Я считаю, что инициативу о направлении экономии с аукциона на ремонт дворов поддерживают все правильные депутаты. Вы в своем докладе сейчас отметили, что одно из важнейших направлений работы администрации – это создание комфортных условий. Долгоустройство, безусловно, улучшит условия проживания наших граждан, к чему мы всегда стремимся. Тем более, что в докладе тоже отмечено то, что жители указывают на недостаточную работу в этом направлении. В 2021 году эта программа существенно сократилась и, конечно, это в первую очередь отразилось на ремонте дворовых территорий, то есть отсутствие финансирования на дворовые территории. Зная то, что те денежные средства, которые были выделены на 2021 год в рамках транспортного налога и в рамках той поддержки, которую оказал Николай Васильевич Панков на ремонт тротуара 120 миллионов, состоялись уже аукционные процедуры. Образовалась достаточно неплохая экономия. По предварительным, я так понимаю, более 45 миллионов. Николай Васильевич Панков озвучил идею о том, чтобы эту экономию направить как раз на усиление и ремонт дворовых территорий. Хотелось бы узнать вашу позицию по этому вопросу и, соответственно, комментарии от вас по этой инициативе. По четырем аукционам, если считать два так называемые на дороге, два по тротуарам, по тротуарам получилась экономия порядка 13 миллионов рублей. Она исключительно пойдет, опять же, на тротуары, и сейчас мы этой работой уже активно занимаемся. Контракт, надеемся, наверное, будет подписан, но, тем не менее, экономия имеется, и мы уже на нее рассчитываем и подготавливаем варианты решения по тротуару. То, что касается экономии по аукционам по дорогам, 35 миллионов рублей, это на самом деле существенная экономия. И в этом году мы уже вместе с вами в рамках аукционов по дорогам серьезно проработали именно въездные так называемые группы. Мы постарались уже в аукционы вложить капитальный ремонт въездных групп во дворы, но, тем не менее, остается сложный вопрос, особенно так называемых проездных дворов, таких проездных территорий, рядом с большими артериями, внутри квартальной дороги, которые на самом деле требуют ремонта. Я полностью поддерживаю предложение Николова Васильевича Панкова, если поддержите вы, как депутаты, направить эти средства именно на такие внутридворовые, проездные, наиболее напряженные участки дорог, которые требуют особого, конечно же, внимания. И в рамках транспортного налога нам это ничего не противоречит. Нам необходимо будет данные дороги поставить также на учет, внести как городские, а заодно и в зимний период времени мы их будем содержать именно по дорожным требованиям, что, в принципе, уже вопрос назрел.